Без знаний иностранного языка сейчас никуда. Все больше прогрессивных ивановцев обращают свое внимание на язык Поднебесный. В центре китайского при химико-технологическом университете подводят итоги учебного года. Общей сложности здесь занимаются более 70 школьников. Я учу четвертый год китайского языка. Мне очень нравится, потому что в летнем лагере Сяолун мы не только учим китайский язык, но еще знакомимся с китайскими играми, учимся ей с китайскими палочками, что в жизни пригодится. На праздник пригласили родителей учеников. Для них подготовили развлекательную программу с конкурсами и подарками. Ребята рассказали о четырех благородных растениях в китайской культуре. Рисунок одного из них, сливового дерева, преподнесли родителям. В центре делают упор не только на изучение языка, но и на знакомство с богатейшей историей и культурой Востока. Я с оптимизмом смотрю вперед. Видя, как каждый день приходит мой ребенок с интересом, она действительно без каких-то напоминаний садится за эти иероглифы, она нас знакомит с культурой, погружает в нее. Это очень, еще раз говорю, приятно, и мы не пожалели о том, что мы отдали. Изучение китайского языка задача непростая. Чтобы освоить базовый уровень, требуется около пяти лет. Мальчики и девочки, которые в центре не первый год, уже могут разговаривать и понимать китайскую речь. Если заниматься более углубленно, языковой барьер и вовсе пропадет. Вот я закончу девятый класс, и китайский тоже у меня первый этап закончится. Я не знаю, возможно, я буду готовиться к ЕГЭ на китайскому, потому что действительно сейчас такое есть. И, возможно, это мне дальше в дальнейшем пригодится для поступления куда-нибудь. Может быть, я даже свяжу свою жизнь с какой-нибудь китайской песностью. Еще не знаю. Неотъемлемая часть китайской культуры – чайная церемония. Если раньше для ребят ее проводили и педагоги центра, рассказывали о особенности заваривания различных сортов благородного напитка, то теперь ученики сами в силах угостить родных. Вкусно, красиво, необычно. Гвоздь программы – небольшая театрализованная постановка, разумеется, на китайском языке. Миниатюра повествует о взаимоотношениях юношей и девушки, которые впервые встретились после долгой переписки. Комизм ситуации в том, что красавица не узнает своего возлюбленного и просит доказать ей, что он не самозванец. Они показали эту историю, и что самое главное, они выучили 10-минутный текст наизусть вместе с действием и с движением, с танцем очень легко. Что сегодня продемонстрировали нам, не обращаясь к никаким шпаргалкам. То есть они совершенно свободно говорят по-китайски. Гордятся успехами ребят и педагоги центра, и родители. Немногие могут похвастаться знанием языка Поднебесной и сложных иероглифов. Кроме того, понимание культуры восточной страны значительно расширяет кругозор. Они такие молодцы. Я, честно, сегодня так удивлялась, что они так прямо-прямо так хорошо показывали этот спектакль. Да, я так рада. В планах представить экспозицию, посвященную китайской культуре, в музее Первого совета в начале следующего года. Примечательно, что экскурсоводами выступят сами воспитанники языкового центра. Максим Серебряков, Денис Денисов, Ротовая Иванова.